С этого года трудовые мигранты работают на территории России не по квотам, а по патентам. Они потребуются гражданам тех государств, с которыми у России действует безвизовый режим. Это большинство стран СНГ. Если граждане Украины, Азербайджана, Узбекистана или Киргизии едут в Россию работать, то обязаны купить персональный патент на трудоустройство. Новая система направлена на максимальное сокращение нарушений в сфере миграционного законодательства. Квотирование рабочих мест создавало определенные трудности для работодателей. Данные по количеству необходимых иностранных работников принимались заранее. Зачастую компании просто не успевали использовать свою квоту или им не хватало рабочих рук. Это вело за собой нарушения. За прошлый год в нашем регионе было зафиксировано 300 таких случаев. Работодатель теперь имеет право привлекать иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы. При наличии у такого иностранного гражданина действительного патента. Причем привлечение к трудовой деятельности осуществляется в том регионе, в котором этот иностранец получил разрешение на работу. Стоимость патента в регионах установлена разная. Например, в Ненецком округе ежемесячная цена документа составляет 1568 рублей. А в Москве эта цифра доходит до 4000. Кроме того, субъекты получили право на запрет того или иного вида деятельности трудовых мигрантов. Так, в нашем регионе иностранцы не могут работать в серых розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, фармацевтическими товарами. Также им нельзя устроиться продавцами в палатках, на рынках, в торговые точки, вне магазинов, таксистами и педагогами по спорту. Однако это ограничение действует не для всех иностранцев, работающих в Ненецком округе. Граждане, у которых есть разрешение на временное проживание, либо ведь на жительство, либо иные иностранные граждане, которым не требуется разрешение патент. Это у нас граждане Республики Беларусь по соглашению о союзном государстве, граждане Республики, граждане Казахстана и с Нового года граждане Армении по Евразийскому экономическому союзу. А вот остальным необходимо в течение месяца после приезда предоставить необходимые документы в миграционную службу. Это полис добровольного медицинского страхования. Медицинская справка об отсутствии социально опасных заболеваний. Кроме этого, нужно предоставить аттестат об основном образовании, полученный в Советском Союзе или на территории России. Тем, у кого этого документа нет, придется пройти специальные курсы на базе филиала Северного Арктического университета в Нарьенмаре. Продолжение следует...